Лучший момент, чтобы купить недвижимость или разориться. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Клышин Алексей. Я работаю в сфере недвижимости больше 16 лет. Наверняка многие из вас задаются вопросом, что делать с недвижимостью в условиях нестабильности рубля? Когда один доллар достигает стоимости в 100 рублей, и когда центральный банк пытается бороться с инфляцией, повышая и повышая ключевую ставку. В этом видео я вам расскажу, в какой момент лучше всего покупать и продавать недвижимость. Чтобы максимизировать вашу прибыль и не потерять деньги. Начнем! Что же у нас сейчас с экономикой? А экономика у нас, ну как многие скажут, в полной заднице. Что давит на рынок? Доллар! Многие покупатели, когда доллар повысился, как бараны побежали покупать объект недвижимости. Вследствие чего стоимость на них увеличилась. На мой взгляд, доллар будет расти примерно на 1-2 рубля каждый месяц. И те усилия, которые прикладывает центральный банк, будет не совсем достаточно для того, чтобы этот доллар опустить опять на позиции 60 или 70 рублей. Как многие из нас, наверное, бы хотели. Я думаю, что совсем скоро мы увидим отметку чуть больше 100 рублей за доллар. И на этой отметке он закрепится. Скорее всего, так как у нас в следующем году выборы, скорее всего, к выборам как-то эту ситуацию немного подправят. Ну, для того, чтобы мы проголосовали за того, кого нужно. Ключевая ставка уже 13%. Ипотека на вторичку 15,5%. Первоначальный взнос на новостройки увеличен до 20%. И теперь невозможно приобрести квартиру, имея первоначальный взнос меньше 20%. Новостройку, имею в виду. Ипотека очень дорогая. И 30% покупателей уйдут с рынка. Они будут либо ждунами, либо часть из них пойдет на рынок новостроек, потому что там еще остались дешевые деньги. Там еще можно купить квартиру в ипотеку под 8, если с господдержкой, либо 6 с семейной, ну, либо 5 с IT-ипотекой. Ну, либо придется переехать на Дальний Восток. Там ипотека всего 2%. Я знаю точно, что кто-то уже упаковал чемодан. Ну, от 70 до 80% сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве так называемые альтернативные сделки. Возможно, сейчас люди продают квартиру как свободную, но после продажи, после получения денег, они либо покупают себе на вторичном рынке недвижимости квартиру, либо покупают в новостройке. Ну, то есть кому-то квартира в наследство досталась, кто-то разводится, кто-то женится. И, в общем-то, люди решают свои вопросы. И вот огромное количество сделок альтернативных. И теперь мы с вами видим огромные цепочки. Ну, то есть в какой банк ни приди, тут цепочка из 5 квартир, тут из 4, тут из 3. И мы видим рост этих альтернативных сделок. Инфляция, друзья мои. 5,4% официальная инфляция. Ну, мы с вами в магазин ходим. Ну, вы что, реально понимаете, что инфляция 5%? У нас только дистопливо и бензин подорожали там, ну, в зависимости от региона, от 10 до 20%. Хлеб стоил раньше 40 рублей, сейчас 70. Ну, молоко. Раньше покупали мы за 80 рублей, упаковка сейчас 120 стоит. Ну, то есть цена выросла на все. И 5,4% это такая, не знаю, сквозь какие-то розовые очки наше правительство смотрит. И система подсчета у них такая интересная. Ну, наверное, она для них правильная. Ну, для них. Мы-то с вами понимаем, что инфляция, она настоящая, она намного больше, чем вот эти вот значения, которые нам именно к этому развитию показывают. По ощущениям, по моим, инфляции минимум 20%. Как, кстати, думаете вы? Поделитесь в комментариях. Каков уровень инфляции, на ваш взгляд, на текущий момент? Наши законодательные, одержимы идеи 6% инфляции. Вы просто, знаете, одержимы. Вся экономическая ситуация и все экономические меры воздействия на нас с вами, да и на нашу экономику, они сводятся к тому, чтобы удержать инфляцию в нужном коридоре. Раньше наши родители строили социализм, так его и не построили. И мы видим, каким последствиями это провело. Теперь мы, значит, строим, чтобы инфляция была 6%. Непонятно, во что это может вылиться. Из-за подорожания топлива инфляция еще больше расходится. Потому что часть в продуктах, которые мы едим, заложена доставка. Доставка, соответственно, подорожает. Значит, подорожают все продукты, а это еще больше разгонит инфляцию. И, скорее всего, нашему государству ничего не останется делать, кроме как еще увеличить ключевую ставку, возможно, на 100, возможно, на 200 базисных пунктов, для того, чтобы охладить этот возросший спрос. За ниточку, за одну потянули, за инфляцию. И тут сразу образовался клубок огромных проблем, которые с этим сталкиваются. Дорогие кредиты для, не только для граждан. Понятно, почему государство задирает ставку для того, чтобы люди не накупили то, что им не нужно. То есть регулируют таким образом наше с вами потребление, чтобы денег в экономике было чуть меньше, чтобы инфляцию победить. Но и бизнес тоже страдает, потому что у многих бизнесов ставка по кредитам, она привязана к ключевой ставке. То есть у тебя есть кредитные линии на 500 миллионов, ты 200 взял под одну ставку, а остальные 300 идешь брать, а тебе говорят, слушай, ключ-то 13, да, но плюс 4%, вот 17% бери. Так это что же надо производить и насколько надо стоимость продукции своей поднять для того, чтобы отбить эти кредиты. Жесткая денежная кредитная политика Центрального банка, о которой он трубит на каждом шагу, будет весь следующий 24-й год. Ну, по большому счету, государство наложило руки на нашу экономику, сдавливает ее сильнее и сильнее. Мы видим, что денежная масса растет плюс 25% к предыдущему месяцу, и денежные средства государство пытается изъять для того, чтобы охладить немножко спрос в нашей экономике, чтобы мы поменьше потребляли и передохнули, возможно, полгода, возможно, год, а возможно и больше. Ну и, конечно же, санкции. Это все тоже влияет на рынок и нашу экономику. Когда же стоит продавать недвижимость? В связи с тем, что ставку подняли, а некоторые банки оставили старые условия до середины ноября, все побежали покупать. И на вторичный, и на первичный рынок. И мы видим просто рекорды по количеству сделок, по крайней мере, в Москве, да и во всех крупных городах. Рекорд за рекордом о том, что максимальное количество денег. Люди поспешили взять ипотеку под те условия, под хорошие, которые были, потому что условия сильно изменились. И, конечно, вот этот наплыв покупателей, так бывает всегда, когда много людей прибегает одновременно и суют деньги за какую-то квартиру, то стоимость на эти объекты недвижимости, она поднимается. И мы видим, что и новостройки, и вторичный рынок недвижимости по всей России вырос за последние пару месяцев. И сейчас рынок недвижимости находится на самом пике своей цены. Потому что спрос, количество звонков, количество показа мы видим с каждой недели уменьшается примерно на 15-20%. И мы, скорее всего, в начале ноября поймем, что рынок недвижимости функционирует плохо, квартиры не смотрят. И тем людям, которым нужны деньги, кому-то в бизнес, жизнь-то никто же не отменял. И вот эти люди, они первопроходцы, которые будут продавать свой объект недвижимости и выставлять их дешевле. И таким образом рынок недвижимости будет вторичный, по крайней мере, в московском регионе, будет развиваться по уже сценарию, который мы проходили несколько раз. Вспомните 2022 год. Вспомните май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Что происходило с рынком недвижимости? Он падал примерно по одному проценту в месяц. И если все, что есть сейчас останется, то ничего не останется вторичному рынку недвижимости, как падать вниз. На вторичке 60% примерно покупателей это ипотечники. То есть их не будет, они просто, ну, никому ипотека не нужна, а на вторичку по 15,5% то есть они уйдут с рынка. И ничего не останется делать, кроме как понижать стоимость. И получается, что если отвечать на этот вопрос, когда же лучше продавать, продавать нужно было вчера. То есть еще вчера должна ваша квартира была выставлена быть в рекламу для того, чтобы ее купили. Потому что на сегодняшний момент количество сделок в августе большое. В сентябре мы видим резкий спад, потому что дешевая ипотека закончилась. То есть Сбербанк рапортует, что они рекорд за всю историю выдачи поставили, да, перед увеличением первоначального взноса на новостройки на 20%. И получается, что окно возможностей продать квартиру по самой максимальной цене за следующие пару лет, оно закроется примерно в конце октября. Если мы посмотрим на количество зарегистрированных сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве, то мы ужаснемся от цифр с вами. В августе 17500 зарегистрированных сделок на вторичном рынке. Июль почти 15 тысяч, 14980. Июнь 15740. При норме, когда рынок недвижимости чуть-чуть растет на уровень инфляции, 11 тысяч сделок. То есть мы видим сильный дисбаланс. Все квартиры купили, все говно, которое не могли продать годами, сейчас все ушло. По сути, купили каждую третью квартиру, которая была выставлена. Каждую третью. На что же стоит обратить внимание при анализе рынка недвижимости? Ну, на реальные сделки, друзья. Снимите вы розовые очки. Но если в вашей квартире выставлены на ЦИАН, с нормальными фотографиями, с нормальным описанием, и на нее не заходит 30 человек в день, там есть такая статистика, но у вас неадекватная цена. Да хоть вы что там сделали в этой квартире, покупатель не голосует за нее рублем. Снимите вы свои очки розовые, разбейте их. Потому что дальше вам будет намного больнее. Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией, когда клиенту нашему предлагают за квартиру 15 миллионов рублей, когда мы ее за 15-300 продаем, он отказывается, проходит 7 месяцев, и за нее предлагают уже 14, и он соглашается. Конечно же, оценивая свою квартиру, нужно исходить из реалии рынка недвижимости, не на ЦИАН смотреть аналоги, то есть это хотелки собственников, я хочу за свою квартиру 10 миллионов рублей, ну, хоти дальше. А сосед продает за 9, и у него купили за 9, а твое за 10 даже не смотрят, и не будут смотреть, и не купят никто. И рынок, если раньше это прокатывало, то есть раньше, когда рынок рос, ну, с марта по текущий момент этого года, то есть ты выставляешь квартиру за десятку, а при рынке 9500, и тебе никто не звонит, и тебе все равно, ты говоришь, мой покупатель найдется, я так уже миллион раз сделал. Ну, конечно, дешевые объекты распродались, доллар вырос, люди их скупили, и следующие объекты, которые выходят, они выходят по более дорогой цене. И ценник с 9500, 9700, 9800, 9900 приближается к 10. Вам начинают звонить, и вы говорите, ну, вот я же говорил тебе, что вот цена моей квартиры нормальная. Ну, да. Только вы забыли посчитать тот момент, что новостройку, которую вы хотели купить взамен этой, в марте месяца можно было купить за 12 миллионов рублей, а теперь за 14. Деньги нужно уметь считать, и просчитывать, и деньги нужно из реальной ситуации. Вот в ЦИАНе одни, ну, воспользуют своей оценкой дом клика. Ну, заплатите вы за нее там эти 150 рублей, зато она вам покажет объекты, которые были проданы за реальную рыночную стоимость, а не за хотелки. Потому что в ЦИАНе вы увидите, что квартира стоит 10, и она ушла с рекламы, и у вас в голове какая картинка, что ее продали за 10. Ни хрена подобного. Какие 10? Вы были на сделке? Не были. Мы пришли, и за 9500 эту квартиру купили. Потому что мы посмотрели все аналоги в районе, мы знаем, сколько стоит эта квартира. И нам азали за 9500 ее. Если вам сейчас предлагают поторговаться по квартире, и это единственный покупатель, торгуйте и берите аванс. Выходите на сделку. Потом будете кусать локти, вспоминать это видео, и говорить, блин, что же я его не послушал. Как оценить квартиру сейчас правильно? Первая оценка это методом сравнения. То есть вы берете аналоги в соседнем доме, в аналогичных домах, и смотрите по ЦИАНу, сколько у них звонков. Потом звоните, и по телефону торгуетесь на 500 тысяч. Потом идете и смотрите эти квартиры, и там еще торгуетесь. И когда вы понимаете, что соседнюю квартиру при рынке 10 дают за 9200, то ваша квартира 10500 не стоит. Ну, ваша квартира стоит точно, возможно, не 9200, возможно, у вас ремонт чуть получше. И вот методом сравнения. Плюс есть объекты, которые выставлены, не знаю, там в ЦИАНе, и там можно посмотреть количество просмотров этих объявлений. Чтобы квартира ушла в течение месяца, 30 просмотров в день должно быть. Если такого цифры нет, то дальше стоит ждать только чудо. Конечно же, звонки. Сколько вам должны звонить по объекту недвижимости? Ну, в среднем, это 5 звонков в неделю. Из этих 5 звонков вы должны трем как минимум показывать. Многие свою квартиру оценят всегда поверху рынка, закладывая какой-то торг. Ну, либо мы, например, с клиентами разговариваем, мы говорим, блин, у нас по квартире никто не звонит, нам надо стоимость снижать. И знаешь, что нам клиенты обещано говорят? Они говорят, давайте слово торг напишем. В смысле слово торг? И что слово торг написано, как это? Почему люди не покупают? Потому что продавец в 10 миллионов выставляет, он говорит, вот если мне 9200 дадут, я отдам. Покупатель, у него есть 9300, он ходит по рынку и говорит, блин, предложений что-то нет. Все торгуются, но на 200 тысяч максимум. То есть я вот 9500 буду рассматривать, чтобы просто так не ходить. И все. И дороже не буду смотреть. Ну, потому что никто не торгуется. Почему? Потому что покупатель такой с региона приехал, ему стыдно торговаться, ему неудобно. И он ходит, значит, до 9500 ничего нет, у него есть бабки. Он готов даже за 9500 купить, но только денег нет. А наш продавец готов за 9200 отдать, но у него в рекламе 10. И они не пересекаются никак перед... Никак. Один ходит здесь, другой здесь. И стоит нам эту квартиру понизить до 9500, ну, то есть без торга, сказать, вот у нас такая цена. Бинго, сразу сделка. Почему? Потому что покупатель понимает, что я пойду куплю, а если ему квартира понравится, то уж лишнюю соточку он возьмет в Сбербанке в своем или там в ВТБ, в ипотеку. Для него это будет платеж там на 500 рублей. Станет больше, ну, то есть ничего страшного для него не будет. Они готовы будут заплатить. Но в текущей ситуации они не пересекаются никак. И многие люди говорят, а почему мне не звонят? Да потому что ей не звонят, потому что у тебя цена неадекватная. И тут не риэлтор виноват, ни вы, ни ситуация. То есть тут виноваты аналоги и количество покупателей на рынке. И если за вашу квартиру за лето не купили, у вас реальная проблема с ценой. Ну, как бы вы не угадали и не попали в эту цену. И очень плохо, что вы не понимаете это. Получается, что мы оценить можем квартиру в своем районе. И если у них есть 30 просмотров в день, поторговаться с ним по телефону и поставить цену с учетом их торга, вот тогда мы весь этот спрос возьмем на себя и вы продадите свою квартиру. Как же купить квартиру с максимальной выгоды? Ну, сегодня есть еще классные ипотечные программы, которые можно купить по уступке. Семейная ипотека. Уступку с обременением банка обычно продают люди на 10-15% ниже, чем продают застройщик. 10 миллионов стоит квартира минус миллион рублей. Ну, почему бы вам миллион рублей сразу не заработать? Просто оформив ее в семейную ипотеку. Да, там нужно проверять собственника. Да, там нужно сделать определенные проверки. Да, там нужно, да, там больше рисков. Но цена вопроса миллион рублей. Готовы ли вы за миллион рублей решить этот вопрос? Я думаю, что да. Будущие станции метро, которые недооценены, ну, например, у нас новая ветка скоро строится, уже метро посажено на землю, уже проекты есть, уже работы ведутся. И получается, там рынок недвижимости еще пока не отреагировал на это никак. Ну, в связи с тем, что происходит. Там и можно прикупить себе объект недвижимости. Не знаю, недооцененная локация Бирюлева. Бирюлева западная и восточная проведут метро, друзья мои. Да, там определенный контингент. Но там самые дешевые квартиры. Мы сейчас там продаем квартиру, чтобы вы понимали, там за 7 миллионов рублей небольшую однушку. 7 миллионов рублей. Это как бы суперская ситуация на рынке. Да, 7 миллионов рублей. Вот когда будет метро, не важно, что будет с рынком, эта однушка будет стоить, я думаю, что на миллион там 200, миллион 300 точно дороже. Потому что это будет самая дешевая квартира около метро внутри МКАД. И если ты туда приехал на метро, днем пошел прогулялся, то тебе район точно понравится, если ты его, конечно, не знаешь. Недооцененные локации тоже будут расти. Какие же объекты стоит сейчас инвестировать? С каких объектов можно получить максимальную выгоду? Многие инвесторы сейчас пересматривают свои стратегии. То есть, те, кто понимал, что происходит с рынком недвижимости, они сейчас вышли, либо перешли в консервативную какую-то историю. Ну, то есть, свои объекты недвижимости сдали и, соответственно, получают ежемесячно, мобилировали и получают ежемесячные деньги за них. В Москве сейчас сдают всего 12 тысяч объектов. При норме в 30 тысяч. Ценник увеличился на 20% за несколько месяцев. То есть, аренда стала приносить больше дохода, чем было раньше. Аренда бывает длительный срок, когда ты не принимаешь в этом участие, а бывает посуточная аренда. И у нас, наконец-то, скоро появится законопроект, который разрешит легально сдавать квартиры посуточную. И к этому моменту как раз можно и подготовиться. То есть, как раз можно и заняться в том числе и арендой посуточной квартиры. Ну, то есть, и не надо тут никакого ума, друзья мои. Просто циан выставляете объект за 10 тысяч рублей в месяц и забиваете его. И вот все те наши клиенты, которые занимаются посудкой, они говорят, из-за того, что людям некуда уезжать в Москве просто куча, куча объектов. И заполняемость сейчас простых студий, простых однушек достигает 90% в Москве. 90%. И это тоже стратегия для инвестирования. Флиппинг, друзья мои. Эта тема до сих пор работает. Работает в определенных локациях с определенными запросами. То есть, когда есть дом, новостройка, который недавно сдался, люди получили собственность, либо вот-вот получают и весь дом без отделки, то те люди, у нас есть куча тоже клиентов, которые занимаются этим, то есть, они прям выкупают там несколько квартир, делают там за 3 месяца недорогой, но качественный ремонт. И получается так, что они сделали ремонт, вложили деньги, накинули сверху там миллион-полтора и выставляют эту квартиру в рекламу. И в этом комплексе нет квартир с ремонтом, потому что никто не успел еще сделать. Они оптом взяли 2, 3, или 5, или 10 даже квартир. И получается, что они, вот эти ребята, они просто-напросто диктуют стоимость квартир с ремонтом. И их оспорить никто не может. Ну и, конечно же, если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, когда вы выбрали там квартиру, ее обязательно нужно проверить. Перед тем, как вы будете покупать квартиру на вторичном рынке недвижимости, вам нужно сделать предаванцевую проверку. То есть, перед тем, как выносить предоплату, вам нужно сказать ЕГР на историю перехода в право собственности, проанализировать это все, чтобы не купить кота в мешке. Потому что, покупая квартиру на вторичном рынке, есть 45 рисков, которые за вами могут шлейфом идти. И у вас, соответственно, может остаться а вы не знаете, как это проверить. Либо, например, перед приватизацией выпустили несовершеннолетних детей. Либо, например, у продавца есть долги больше полумиллиона рублей, и он имеет признаки перед банкротным состоянием. И если он себя объявит банкротом, то все сделки у банкрота за три года оспоримые у вас квартиру могут отобрать. Чтобы разобраться во всех этих тонкостях и не попасть на удочку мошенников, приглашаю вас на бесплатный вебинар «Как перед покупкой проверить квартиру и собственника», чтобы не нарваться на мошенников. За два часа мы с вами разберем там все 45 рисков, которые существуют при покупке объекта недвижимости. И научимся дистанционно их проверять, потому что 80% проверок, даже чуть больше, можно сделать дистанционно, сидя дома на диване. Самое главное, нужно знать, как и где это делать. Вебинар бесплатный, зарегистрироваться в описании к этому видео. Какие риски сопровождают покупку и продажу прямо сейчас? Первый риск – долгая продажа. Сейчас срок экспозиции увеличится с трех месяцев, которые есть сейчас, до 6-8. Долго. Цена вниз будет идти, и вы все время за ценой будете бежать. То есть, если около вас нет грамотного риэлтора, то вы будете всегда бежать за ценой, вы будете не понимать, что с рынком недвижимость происходит. То есть, просто неделю анализ конкурентов, кто выставил дешевле и почему они продали, а мы нет. Цепочка. То есть, будут выстраиваться большие цепочки, а где большие цепочки, тем больше доля вероятности развала этой цепочки. Как же можно минимизировать потенциальные убытки? Продать сейчас, зафиксироваться и подождать какое-то время, а потом уже пойти покупать. Когда объектов будет побольше, когда цена будет подешевле, если вы инвестор, фиксируйте прибыль. Самое время, самое лучшее время для фиксации. Ну, квартиру готовить к продаже. Делать хорошие фотографии, делать хоум стейджинг. Конечно же, мелкий ремонт. Ну, покрасьте вы стены! Я вот, знаете, когда свою квартиру продавал, и в ней какое-то время пошел, у меня вроде современный хороший ремонт был, но стены все равно тут потерлись, там потерлись. Пришел в ЖЭК, говорю, дайте мне маляра. Дали мне маляра. Я говорю, короче, пришел в квартиру, говорю, вот сколько мне будет стоить покрасить здесь стены. А стены все под покраску. Она говорит, слушай, 6 тысяч, 7 тысяч рублей. Я говорю, отлично. Купила я краску, ведро, дал Валя, говорю, иди крась. Она мне за 6 тысяч покрасила и на краску я там тысяч, наверное, 10 истратил. Ну то есть за 15 тысяч рублей обновил все стены. С первого показа квартира продалась. Потому что люди зашли, они говорят, видно же сразу. Она их зашпаклевала, ну подшпаклевала, где было, и покрасила. И там видно, что вот только-только стены выкрасывают. Они блестят еще. Не все говорят, как у тебя трое детей? Как у тебя в таком виде квартира состоялась? Да как? Я ее просто подготовил для того, чтобы продать. Вот и все. Ну просто я знаю этот механизм. Больше ценностей, мебель, технику. Оставляйте. Зачем вам нужна эта мебель в вашей кухне, которая 20 лет назад выпустилась? Вы ее никуда себе не вставите. Оставьте ее продавцам вместе с мебелью и техникой. Обновите ее, перекрасьте. Ну то есть поменять фасады. Это же все сделать легко и недорого. Зато это прибавит ценности и вашу квартиру купят быстрее. Потому что сейчас покупают квартиры с ремонтом. Надеюсь, что это видео даст вам ценные советы и поможет принять правильное решение в сложной экономической ситуации. А с вами был Кулышин Алексей, юрист по недвижимости. До встречи в новом видео на моем канале. Не забудьте поставить колокольчик и лайк. А также опишите в комментариях, стоит ли сейчас покупать квартиру или нет.